Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Татьяна Трофимова. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Северной столице работают и мои коллеги Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. В центре внимания мусорная реформа. В большинстве субъектов России буквально за полгода создали территориальные схемы обращения с отходами. К работе приступили и региональные операторы. Как сделать страну чище обсуждали на полях международного форума в экспоцентре Северной столицы. На протяжении многих лет в регионах росли мусорные свалки, страдала экология. Без новых подходов в сфере обращения с отходами решить эту проблему было нереально. Очевидно, что продолжаться так не могло. И работа началась. В общем, ситуация, как и прогнозировалось, идет по заданной траектории, по плану. Мы понимаем, что предстоит титанический труд, огромная работа. Но я убежден, что мы с ней справимся. У нас не было на этом рынке таких очень большого количества профессионалов, которые могли бы поучаствовать на всей территории Российской Федерации. Это довольно-таки, вы знаете, был теневой бизнес. Одна из основных причин, в том числе декриминализации этого бизнеса. Понятно, что мы не можем пройти за один-два года путь, который страны проходили за 50-60 лет. Я считаю, что мы выбрали абсолютно правильный путь. И хорошо, что нас услышали все, и представители правительства, и президенты. И именно мы пошли по пути не шаблона на всю страну, а по принципу лучших практик. Сейчас в более чем 20 регионах работают современные комплексы по сортировке и переработке мусора. Задачи на ближайшие годы куда масштабнее. Необходимо построить еще 200 заводов утилизации ТПО. Мы в принципе создаем новую отрасль, новую отрасль экономики. И на этом пути важно иметь обратную связь. И с рекоператорами, и с населением, и с региональной властью, с муниципалитетами. И, конечно, с Государственной Думой в том числе. Потому что некоторые законы, я хотел тоже поблагодарить, пользуясь случаем, Ольгу, за то, что мы очень оперативно и вовремя проводим законы. Может быть, никогда так быстро они не проходили раньше. Вот сегодня мы абсолютно друг друга понимаем, что эта проблема касается каждого человека в Российской Федерации. Принципиальная задача – привлекать в сферу обращения с отходами инвесторов. Перевозка мусора сейчас выгодный бизнес. И здесь важно не допускать к работе недобросовестных предпринимателей. Мы в настоящий момент уже проработали совместно с Министерством природных ресурсов. Первая инициатива, связанная с изменением 89-го закона, которая позволит в этом отношении более полноценно развивать отрасль как со стороны федерального оператора, так и со стороны региональных операторов. И это позволит на самом деле создать ту экономическую модель или экономические предпосылки для того, чтобы в отрасль приходили серьезные инвесторы, серьезные игроки. Чувашская республика – одна из первых, включилась в процесс реформирования сферы ТКО. И здесь важным шагом стала разработка новых тарифов. Глава региона Михаил Игнатьев отметил, что для перевозчиков установили четкий порядок. Перед тем, как машины заезжают на полигон ТБО, мусор взвешивают и определяют конечную стоимость услуги. Перевозчики сегодня имеют систему ГЛОНАСС. В лес не свезешь, под контролем находятся. Те перевозчики, которые работали по своим схемам, они вывозили из контейнера в кубах. За это жители многоквартирных жилых домов заплатили, мы это прекрасно знаем. Но потом вываливали в овраги или в леса, и тем самым прибыль себе в карман оставляли. Это же правда практически, тут нечего скрывать. А касаясь сбора перевозки в утилизации, с точки зрения тарифов населения, мы обеспечиваем государственную социальную защиту малообеспеченных семей. Тех семей, которые живут за чертой бедности. По факту, тоже в сельской местности норматив будем снижать. По Чувашской республике он у нас составляет 2,02 соответственно. Этим летом в каждом населенном пункте республики установят и контейнеры для мусора. Так в регионе создают цивилизованную систему сбора ТБО. По нашей республике 65% площадок благоустроенных, включая города, 35% неблагоустроенных. Думали, что делать. Где-то мешковый сбор организовали. И сейчас бюджеты выделили около 200 миллионов рублей, это уже сельским поселением. Вот тогда люди увидят. Я срок установил, то 1 июля, поэтому ездим, смотрим, отслеживаем, кому нужно оказать содействие. Окажем. Учет, контроль, ответственный посоль. Раздельный сбор мусора также первостепенная задача. Но этому большинство жителей страны еще предстоит обучить, отмечают эксперты. Экокультуру важно прививать и детям. На форуме даже презентовали настольную игру сортировка мусора просветительской компании «Данстарт». Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика из Санкт-Петербурга. Кстати, сегодня на форуме министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин назвал Чувашию в числе лидеров по внедрению новой модели обращения с ТКО. Концепция праздничных мероприятий Дня Республики будут посвящены Году театра. Об этом говорили на очередном заседании оргкомитета. Он прошел сегодня в Доме правительства. Как всегда, День Республики включает в себя деловую и развлекательную составляющие. На выставку региона «Сотрудничество без гранит» к нам приедут представители бизнес-сообщества из многих российских регионов. Наглядное представление экономического потенциала состоится на Красной площади. Серьезный разговор о культуре предстоит на впервые организуемом специальном форуме, на который соберутся творческие люди и чиновники. Традиционный фестиваль родники России «Русь мастеровая» Агатуй пройдет на Красной площади. Ради этого отложат начало реконструкции этой территории. Десятки фольклорных коллективов, мастеров художественных промыслов уже дали согласие на участие в этих мероприятиях. Хорошей традицией уже стало выступление сводного хора. А вот сводный ансамбль гармонистов жители услышат впервые. По всей республике будут организованы площадки для концертов мастеров сцены. Кстати, День республики в этом году пройдет и в селе Старые Айбеси, что в Алатарском районе. У организаторов есть желание провести видеоконкурс «Народный репортаж» в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Подведение итогов конкурса предполагается провести в день города Чебоксары. Пол восьмого утра сегодня в Чебоксарах загорелось общежитие. Из девятиэтажки по проспекту девятой пятилетки эвакуировали 50 человек. Часть вышли самостоятельно, других спускали по пожарной лестнице. Пострадавших, к счастью, нет. Правоохранительные органы рассматривают версию поджога. Черные клубы дыма с третьего этажа. Как будто горят покрышки, комментируют очевидцы. Пожарным понадобилось полчаса, чтобы полностью справиться с огнем и эвакуировать людей. Несмотря на видимую масштабность, огонь не вышел за рамки одной комнаты. Сообщили в МЧС России по Чувашии. Площадь пожара всего лишь 25 квадратных метров. Однако дымом, заполнившим подъезд, отравились 10 человек, половина из которых дети. В результате пожара погибших нет. После полной ликвидации пожара за скорую помощь обратилось 10 человек. 7 человек из них госпитализировано, в том числе 5 детей. Их жизни ничего не угрожает. Все пострадавшие от открытого пламени не пострадали, а надышались продуктами горения. Рассматривается несколько причин пожаров. Наиболее предполагаемая причина – это поджог, то есть умышленные действия со стороны домохозяина квартиры, где произошел пожар. Сейчас выясняют точную причину. Если версия поджога подтвердится, дело передадут в полицию. В Чебоксарах вынесли приговор 33-летнему местному жителю за организацию игорного бизнеса. Незаконное дело принесло ему доход в 460 тысяч рублей. В ноябре прошлого года он организовал деятельность закрытого игорного клуба, который находился в помещениях вначале в северо-западном, а затем в юго-западном районах столицы республики. Там он проводил азартные игры среди ограниченного круга постоянных посетителей. Он набрал для этих целей соответствующий персонал, а также оборудовал салон необходимым оборудованием. В феврале этого года указанные противоправные действия были пресечены сотрудниками управления ФСБ России по Чувашской республике в взаимодействии со следователями Следственного комитета. Теперь предприимчивому молодому человеку придется заплатить штраф в 450 тысяч рублей. Активные каникулы – не только спортивные смены в лагерях или творческие проекты. Это еще и оплачиваемая работа. Ежегодно Центр занятости Чебоксар создает около двух тысяч временных мест для подростков, которые хотят провести лето с пользой. Куда можно трудоустроиться в этом году и на что надо обратить внимание – в нашем сюжете. С 1 июня к временной работе уже приступили более 1300 юноши-боксарцев. Среди предприятий, которые берут подростков на работу – Элара, Промтрактор, Пао, Чапаева, Текстильмаш – к станку, разумеется, несовершеннолетних не поставят. А вот подсобные работы, упаковку продукции, доставку документов поручат с удовольствием. Разумеется, будут платить. Доход подростка состоит из двух начислений. Это заработная плата, которая начисляется работодателем за фактически отработанное время. И материальная поддержка от Центра занятости, которая начисляется из расчета 2250 рублей за полный отработанный месяц. Договор с предприятиями заключает Центр занятости. За информацию о работе для подростков, размещенную на разных ресурсах в интернете, ответственности никто не несет. Объявления попадаются подозрительные. Нужно быть особенно внимательными, если рекрутеры не хотят иметь дело с родителями. Моя дочь в этом году, ей исполнилось 14 лет, и она очень хотела устроиться на работу. Смотрела по всем сайтам. И когда мы уже собрались, она написала, да, я еду с мамой. Как только мы подъехали, телефон перестал отвечать. Значит, он мало того, что перестал отвечать, он стал заблокирован и недоступен. То есть, вот, и каким бы образом мы не пытались дозвониться до этого человека, бесполезно. На сайт, где она писала резюме, попытались обратиться, ну, то есть, написать, сайт был тоже уже заблокирован. В Центре занятости родителям только рады. Многие знают сюда дорогу с прошлых лет. Раньше приходили со старшим сыном. В этом году нам исполнилось 14 младшему сыну. Вот пришли на летний период трудоустроиться. По трудоустройствам подростков Центр занимается бесплатно. Необходимо принести с собой паспорт с НИЛС и ИНН. Если ребенок младше 15 лет, еще и согласие родителей или опекунов. Елена Гальперина, Алина Сусметова, Борис Андреев. Республика. Чебоксара готовится к предстоящему 550-летию. В парке Амазония появился новый арт-объект «Ладья». О том, что он означает по версии историков и что видит в нем чебоксарца Ольга Пырочкина. «Ладья, рассекающая воды Волги» – новый арт-объект. К юбилею столицы Чувашии можно найти, если идти по основной аллее парка Амазония от главного входа. Я считаю, что «Ладья» является лучшим памятником 550-летию первого летописного упоминания Чебоксара. Потому что ровно 550 лет назад, ну плюс-минус день, здесь, на берегах нашего города, появилась судовая рать воевода Ивана Руно, который был послан Иваном III в поход на Казань. Именно на такой ладье и прибыли у нас русские войска сюда. И это считается первым достоверным известием о Чебоксарах в летописи. Деревянное строение рядом с ладьей символизирует сторожевую башню. По указу Ивана Грозного в Чебоксарах построили крепость. Основной задачей дизайнеров было подчеркнуть историчность города, показать, что один из старейших городов, расположенный на реке Волги, то, что судоходство сыграло огромную роль в его формировании, в его развитии. Грожане объект в качестве красивого места для съемок оценили. Очень понравился хороший корабль. Я приду сюда гулять с мамой и папой. Красиво. Видите, мы уже фотографировались. Впрочем, есть у горожан и нашей съемочной группы, и пожелания к столичной администрации. Сопровождать подобные символичные объекты табличками с разъяснениями. Так как понять полный смысл, который вложили авторы, не всегда просто. А что, как вы думаете, почему именно такой поставили арт-объект? Волга, наверное? Волга? Ну, Волга. Может, кто-то на каком-то таком пароход заезжал к нам? Не знаю. Украшать столицу Чуваши к празднику в ближайшее время продолжат. Вот так. К ладье и зеркальным лебедям на кольце у энергозапчасти добавятся композиции балерины. У театра оперы и балета. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика. Это все новости на сегодня. Увидимся завтра в это же время в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова